Гитлер не оценил этот масштаб, и он не оценил масштаб террора. Да, он понимал, что это царство террора, он об этом говорил, обращаясь к своим солдатам. Да, там есть такие совершенно, не знаю, когда мы занимаемся уже совершенно рекламой, не знаю кого. Но он говорил, ну, там есть замечательные такие слова. Среди нас были товарищи, бывшие коммунисты. Говорит он, обращаясь к солдатам вермахта. С этой войны они вернутся прозревшими. Говорит, враг человечества, и изувер, и преступник Гитлер. Они увидели своими глазами этот коммунистический рай. Они увидели эту страну, цитирую я очень близко к тексту, превращенную в огромную фабрику по производству оружия за счет нижайшего уровня жизни людей. Все это он понимал, но он не понял масштаб. Он не понял, что своих будут расстреливать в таком количестве. Заград отряды. В Великой Отечественной войне военными трибуналами было осуждено 2,5 миллиона человек. Да вы что? Из которых только 1 миллион – это военнослужащие Красной Армии, полтора миллиона – гражданских. На завод опоздал. В очереди за хлебом что-то не то сказал про товарища Сталина. И вообще какие-то настроения неправильные проявляет. Полтора миллиона осужденных военными трибуналами гражданских. Миллион военных. 219 тысяч расстрелянных. Только по приговорам военных трибуналов. А заград отряды? Не считая заграды отряды. Не считая тех, кого просто пристрелил командир на поле бойни, у него было такое право. Не считая расстрелянных особым совещанием НКВД. Не считая тех, кого замучили изобилие на допросе. Что думаете, они перестали как-то по другому следствию, что ли, вести? Только по приговорам 219 тысяч расстрелянных. Это сопоставимо с потерями американцев на Европейском театре. Это не вкладывается ни в какую голову. Даже в гитлеровскую это не поместилось. Гитлер не ожидал, что будут сжигать собственные деревни, чем занимала Зоря Космодемьянская и ее боевые товарищи. А зачем они это делали? Прекрасное решение. Замечательное. И вот немцы оказались на том самом 20-градусном морозе. Понятно. Замечательное решение. Ну, товарищ Сталин же честно предупредил. 3 июля 41-го года, обращаясь, братья и сестры, к вам обращаясь, а друзья мои. Друзья мои, да. Он сказал, что при временном отступлении Крансной армии не оставлять противнику ни литра бензина, ни килограмма хлеба. А что должно быть с людьми? Так и Крещатик вот взорвали. А что должно быть с людьми? 60 миллионов населения гражданского, которые там оставили. Если бы этот приказ Сталина выполнили, то эта земля бы опустела. Что его совершенно не огорчало, а скорее, я думаю, даже радовало. Потому что 60 миллионов, оставшихся под немецким контролем, это рабочая сила, которую может использовать противник. И это призывной контингент. Они еще могут же их набрать в антисоветскую армию. Чего у Гитлера-то ума не хватило, а возможности-то были. Поэтому товарищ Сталин совершенно не переживал по поводу того, что там кто-то замерзнет. Скорее, я думаю, даже наоборот.